После относительно теплых зим в этом году погода порадовалась олигарчан настоящей зимней сказкой. Все в лучших традициях самой холодной поры года. Много снега и небольшой минус на градуснике. Самое время для зимних забав. Однако, отправляясь в лес, стоит помнить, что нахождение под деревьями не всегда безопасно. Струбинский лесхоз рекомендует всем любителям природы, всем любителям прогулок по зимнему лесу быть предельно внимательными, быть предельно осторожными. Не ходить под деревьями с большим скоплением снега, не вставлять там свои транспортные средства и внимательно следить за своими детьми. Так как обледеневшие массы снега, которые скопились на кронах деревьев, могут спровоцировать падение веток даже у здоровых деревьев. Естественно, это может привести к травмированию, это может привести к каким-то неприятным последствиям. Поэтому будьте предельно бдительны и берегите себя. В топе самых опасных мест в лесу, конечно, нахождение под елями. Лапник не держит большую снежную массу, плюс снег соскальзывает почти беззвучно. И предугадать, в какой момент прилетит, почти невозможно. А между тем, объем упавшего снега может нанести даже серьезную травму. Далее у нас по списку ветхие и сухие деревья. А вот относительно безопасны в этом плане лиственные – клёны, березы, осины. Из-за структуры кроны снег практически не задерживается на них. И значит, риск травмы минимален. Сегодня сотрудники лесхоза проводят рейдовые проверки для того, чтобы максимально быстро убрать сломанные ветки и деревья с проезжей части. В лесу мы можем наблюдать сломы вершин, ветвей, выверты деревьев. В настоящее время лесной охраной производится обследование этих поврежденных насаждений. В первую очередь мы обследуем это дороги, чтобы освободить проезд. В дальнейшем в этих поврежденных насаждениях будут убираться деревья, которые повреждены из-за снегопада. К слову, любителям загородного отдыха стоит позаботиться и о состоянии своих плодовых насаждений на дачных участках или даже на дворовых территориях в городе. По мнению экспертов, из-за снежной погоды могут пострадать яблони, груши, сливы, особенно старые и раскидистые деревья. По возможности нужно стрясти хотя бы часть снега с веток во избежание сломов. Это поможет деревьям пережить зиму с минимальными потерями. К слову, если где-то падение дерева или облом веток все-таки произошел, то всегда можно обратиться в лесхоз. В случае выявления деревьев, которые мешают проезду, можно обратиться в лесхоз по номеру 29 65 39.